Всем привет! В студии «Столица Нижней» заслуженный тренер России по боевому самбо и старший тренер Нижегородской сборной по боевому самбо Алексей Чугареев. Алексей, приветствую! Приветствую! Алексей, прошел чемпионат России по боевому самбо. Предлагаю подвести в итоге. Вот сколько планировали медалей, сколько получилось в итоге и доволен ли ты своими подопечными? Ну конечно, воспитанниками я с вами очень доволен. Хотя, если честно, никакого прогноза медалей мы, естественно, не делали. То есть, как в Министерстве спорта вы такого не ставите? Мы хотим выиграть 10 минут. А у нас просто такой вот спорт, один удар пропущен, медаль сразу заканчивается, она уже у другого. Поэтому сказать со 100% гарантией, сколько медалей будет, мы, конечно, не могли. Причем состав участников был очень серьезный. То есть, чемпионат России в Нижнем Новгороде, кроме того, что он был первый раз в Нижнем Новгороде, все-таки мы решили все-таки в столице провести. И у нас есть столица Нижегородской области, а есть столица самбо. Мы из столицы самбо, из города Кстова, наконец-то перенесли в столицу Нижегородской области. И записали, и провели чемпионат России в Нижнем Новгороде. И чемпионат провели удачно, а самое главное, что все-таки Нижний Новгород – это центр России. А в центр России приезжают спортсменов намного больше. В следующем году чемпионат России в Хабаровске. Ну, я думаю, что 252 участника, как в Нижнем Новгороде, уже там не будет. Просто финансовый момент уже присутствует. Обратите внимание, какие люди приехали, да, тяжелый вес гольцов-сидельников. Вес 100 килограмм. Да, вес 100 килограмм. Тут мы видим уже Мохнаткина и Немкова, младшего. 90, Василевский, Алиев. Ну, что тут говорить, это цвет бойцов российского ММА. Ну, а все-таки мы-то его называем цвет бойцов российского боевого самбо. Все-таки они вышли из нашей системы самообороны без оружия, и они позиционируют именно себя как боевые самбисты, а не как бойцы ММА. Что касается медалей, то, конечно, мы ждали, может быть, больше золотых, но я бы очень хотел этого. Вот. Но, в общем-то, мы были близки к этим медалям золотым, близки, но эту близость, в общем-то, дал только бой Вячеслава Василевского. И, по сути дела, если взять выступление Славы и анализировать его, то блестящее выступление до финала, отличные броски, удары. И, в общем-то, наверное, все ждали в финале какой-то феерии, кроме меня. Ну, потому что я знал, кто такой Султан Алиев. Они, знаете… Ты видел предыдущие бои? Конечно. Я их видел вживую. Я был там главным зрителем, потому что я сидел все время на стуле Василевского. Поэтому я был все время в почетной ложе с другой стороны от почетных гостей. В качестве его тренера, да? Ну, конечно. То есть, и я видел первый бой в 2009 году, который был Султаном Алиевым. Это, конечно, там Султан был, наверное, все-таки счет не тот Султан, а Слава по борьбе был посильнее. То уже последние три боя – это вот все близко, очень-очень близко. Они как ксерокс, практически, они друг друга копируют. Причем у них и броски одинаковые, и ударная техника близко. Поэтому, наверное, в нижнем, по-честному. Ну, и плюс на захватах все-таки Слава переиграл Султана. Пускай этот бой был, наверное, тактическим, с огромным таким напряжением. Василевский выиграл. Я думаю, что… Ну, и Султан понял. Что к чему? Султан понял, что к чему. Да, он очень умный, очень культурный человек. Дерется в UFC, в лучшей организации мира. Поэтому он даже, мне кажется, слов особо не сказал никаких негативных. А наоборот сказал, что он поздравляет Славу, вот. И что это победа достойного спортсмена. То, что Нижегородская область заняла первое командное место. Вот на это рассчитывали? На чемпионате России первое командное место. Ну, за последние восемь лет, за последние восемь лет мы четыре раза были первыми и четыре раза вторыми, проиграв Белгородской области. В этом году мы Белгородскую область выиграли. И она заняла почетное, правда, в этом году третье место. Дагестан ее обогнал. То есть мы можем говорить о том, что Нижегородская область – это один из центров развития боевого самбо. Ну, может быть, столица действительно боевого самбо. В общем-то, да, что Нижегородская область постоянно в тройке призов на командном чемпионате России по боевому самому. И, конечно, мы не называем фамилии, но практически в каждой весовой категории есть спортсмены, способные зацепиться за медаль. И об этом и говорить, что одно первое, три вторых и четыре третьих места. Но с учетом того, что не забывайте, еще четыре пятых, а это поединки за третье место, и плюс два финала дико равные. Один из них, когда закончился, с учетом 3-3 по качеству, выиграл московский спортсмен, а второй финал, где вообще наш спортсмен вел шесть баллов, его задушили. Ну, блин, шесть баллов это почти явная победа. Поэтому были близко еще от некоторых золотых медалей, но, видимо, Бог так решил, что хорош. И третьи-то медали некоторые с отливом серебряной и золотой, потому что просто уже во второй день нескольких наших спортсменов просто не пустили в финал. Ну и объективно надо понимать, что вообще-то чемпионат России это не чемпионат Нижегородской области, и мы должны понимать, что в другие области надо отдавать медали и края, где должно развиваться боевое самбо. Не будем отдавать медали, не будет развития вида спорта. Я пытаюсь понять, а в чем вот формула успеха Нижегородской области? Тренеры, воспитанники, что происходит? Вот как сделать так, чтобы мы были всегда первыми? Успех здесь в совокупности всего, а, наверное, если проще назвать, то в семье боевого самбо, который сейчас находится в боевом самбо Нижегородской области именно. Потому что сейчас именно мы чем сильны, именно вот этим вот моментом, потому что мы очень сильно связаны друг с другом. Духом, то есть. Да, и духом, и вообще общностью. То есть, что вот эти тренировки по два раза в день. То есть, мы профессиональные спортсмены. Они профессиональные спортсмены, я профессиональный тренер, я с ними работаю, мне помогают еще несколько тренеров. Вот, соответственно, у нас такая как бы система плотная, жесткая, которая позволяет воспитывать сильных спортсменов. Мы не можем дать прогноз по медалям, все-таки это чемпионат России, никто ни от чего не застрахован. Но, в общем-то, мы знаем, что у нас очень сильная команда. Это самое главное. А насколько сложно сегодня ребенка провести с малого возраста до чемпионства? То есть, вырастить нового Василевского? Ну, это нелегко. Вот я тоже думаю. Того же старого Василевского, мы, скажем так, я нашел в Красноярском крае, в городе Зеленогорск, 45. И когда он сюда приехал, это был не тот сегодняшний Василевский, и не та звезда, это очень был такой постоянно опущенной головой. То есть, человек очень вежливый, культурный и очень… Это сегодня он звезда. Очень, да. Он еще не был звездой. А сейчас, действительно, мы… Во-первых, секрет успеха в каждом человеке. То есть, звездой его делает не тренер и не окружающая атмосфера, а все-таки сам себя человек делает во многом звездой. Опять же, понятие звезды у нас такое растяжимое. Просто сильный спортсмен, сильный спортсмен, который действительно показывает высокие спортивные результаты. Ну, а плюс – это и ваше внимание. Без этого никуда, конечно. Для массовой информации. Потому что это, наверное, сейчас значит очень много для любого вида спорта, для любого другого спортсмена. Почему? Потому что вот мы знаем Федора Емельяна, когда он не олимпийский чемпион. Я скажу, что я не знаю всех олимпийских чемпионов, которые были в этом году. Мы видим ребят взрослых уже, относительно старше 20 лет. А есть молодежь перспективная? Детей очень много. Буквально вчера у меня группа 45 человек. А сколько всего детей занимается вырос? Например, мы берем сейчас, что только 100. В общем-то, у нас вчера на ковре было 92 ребенка. То есть это вечерняя, после основной сборной. Ну, как бы это не вот сильно, но самое главное, знаете, в чем? Не в том, что их много, а в том, что их качественные люди тренируют. Ну да. С качественным образованием, с подходом и переводом, скажем так, именно школой. То есть они как заканчивают начальную школу, переходят в среднюю, заканчивают среднюю, поступают в институт. Здесь у нас немножко эта же система. То есть они получают одни разряды, потом переходят в спортивные разряды, потом выполняют КМС, потом, скажем так, заканчивают институт, мастер спорта. А если идут в альтернатуру, значит, стремятся к международнику и заслуженному. У нас, по сути, все то же самое, как в науке. Своя спортивная наука. Своя спортивная наука. То есть у нас есть будущее. У нас есть будущее. Вот в этом виде спорта у нас есть будущее. И я думаю, что те тренера, которые пойдут, например, за мной, я думаю, что они будут не хуже. Алексей, успехов вам. Спасибо большое, что пришел к нам в студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова